Дорогие друзья, приветствую вас на своём канале. Ургант, Иван Ургант. Я очень много делала о нём материалов в связи с известными событиями, а вот анализ личностей я не делала, не смотрела. Вполне вероятно, что я где-то касалась его внутреннего мира, то какой он человек, на что он способен, но не настолько, может быть, широко и целенаправленно. Давайте кратенько я вам расскажу, кто же или что представляет из себя Иван Ургант. Иван Ургант достаточно интересный товарищ. Он сам, его манера подачи, его жизнь, то, как он может, умеет себя подавать с экрана телевизора или в каких-то других шоу-программах, неважно, это экран телевизора или это какое-то мероприятие, вызывает умиление и экстаз у тех, кто смотрит или же слушает его, и у него самого. Ему это очень-очень нравится. Это его сфера деятельности. Он таким родился. Его рождение, или же по его рождению, можно сказать, что он пришёл в этот мир для обретения внутренней свободы. Внутренней свободы. У него очень много женской энергии. Если мы представим, задумаемся об Иване Урганте, то мы в нём не увидим женщину, а мы увидим молодого, красивого, обаятельного, грамотного, эрудированного, артистичного мужчину. По судьбе, по рождению ему дана женская энергия, но дано очень много. И прежде всего то, что он умеет перерабатывать эту женскую энергию и выдавать на гора такие перлы, такие шутки, которые нас всех умиляют. А оппонент, о котором или в отношении которого шутит тот же Иван Ургант, не обижаются. Они воспринимают это легко, непринуждённо, без обид, и получается то, что получается. А получается хорошее шоу. Женская энергия, которая дана с рождения Ивану Урганту, может проявляться как буйство, периоды психологического слома, а непроизвольный выход происходит вперёд спокойствия, например, на тех же шоу. В принципе, можно уже заканчивать, ничего не говорить, потому что вы сами можете проследить реакцию Ивана Урганта или же его поведение на шоу. Когда он находится на работе, он там царь-бог, и у него всё очень хорошо, скажем так, перерабатывается, выдаётся на гора шутки, какие-то суждения, какие-то оценочные мнения, которые его гости, но и мы, зрители, воспринимаем с юмором и всем нам весело. Что касается выхода или проявления буйства, то это очень ярко проявилось в период некого, назовём его, изгнанием. Изгнал он сам себя, неосознанно, не подумав. Почему? Потому что он находился в состоянии психологической неуравновешенности, и здесь сработала женская энергия, которая проявилась неким буйством, несогласием с тем, что произошло. Друзья мои, я думаю, что вы со мной согласитесь, что ситуация, которая произошла в феврале 2022 года, никто не остался равнодушным. Были разные мнения, были разные посты в соцсетях. Один из таких постов был и у Ивана Урганта. Только у нас, у многих из нас, это было неважно, незаметно, так как мы не настолько значимые, наверное, персоной в этом мире. Ну, а Ивана Урганта заметили. Кроме того, мы с вами оказались самыми умными, самыми здравыми на этой земле, так как деньги все свои держали дома. И, я думаю, по-прежнему держим. А Иван Ургант держал их за границей. Здесь, как говорится, ничего не поделаешь, но у Ивана Урганта оказался маленький тюфяк, на котором он спал. То есть тюфяк, под которым можно было хранить деньги. А может, они просто не вместились. Вы как думаете? Еще немножко, буквально чуть-чуть дам информации. Так как не любят, не любит народ много слушать, смотреть, когда делаешь матрицу или же психологический анализ по заказу, там уж все слушают и на два, и на три часа информации. Иван Ургант скрытный, склонный к тягостному молчанию. Именно поэтому людям нам с вами очень трудно понять, что скрывается в глубине его души. Вообще поддерживал он, не поддерживал. Любит он свою родину, не любит свою родину. Здесь очень много скрыто. И он умеет молчать тягостно, но умеет молчать. Иногда срабатывает женская энергия, которую он не успевает переработать. И это выбрасывается в социум как буйство, как негодование, как несогласие, как противостояние. Противостояние с кем? Прежде всего, с самим собой. Ему очень сложно что-то в жизни поменять, хотя он очень любит путешествия. Он как бы живет или же жил в каком-то иллюзорном мире. Он создан для дома, для семьи. Без семьи он себя не мыслит. Очень сильно привязан к роду, к своему прошлому, к месту, где вырос, к наследию, с семейным традициям. Судьба дает ему такой шанс по жизни потерять, понять, переоценить. Он может оказаться неспособным отойти от привычек, от тех ролей, которым он обучался в детстве, которые он получил, проживая в той же России. Его связь с матерью очень сильна, и он ждет материнского отношения от своей жены. Что касается окружения, то у него порочащее окружение. Его по жизни будет тянуть на преступление. Как говорится, запретный плод для него всегда будет сладок. Я уже делала анализы личности, матрицы известных людей, в частности, того же Дроботенко. И здесь могу сказать, что то, что я буду сейчас называть, скорее всего, вернее, те опции, о которых я сейчас буду говорить, скорее всего, это указания, может быть, на какие-то роли, в которые он сыграл. Почему? Потому что по работе именно работа – это такой человек меняло очень много лжи, обмана, интриг, коварства. Это обманщик, лжец, аферист, игрок, шулер. То есть всё то, что запретно в обычной жизни, в таком понимании человеческого статуса, у него это есть. Опять же, акцентирую ваше внимание на том, что он всё-таки шоумен, он хороший актёр, он поёт, он что-то там пишет. Поэтому весьма вероятно, что это некие творческие моменты проявляются у него в судьбе. Ему много судьба даёт и духовное, и материальное продвижение. Он может даже стать в некоторых областях первопроходцем, чьи работы могут быть одобрены, признаны. Но для этого он должен сидеть на месте. Ему нельзя переезжать с места на место. Ну и, наверное, самое главное – это то, что касается социума. Много дано, но в целом есть указания на тяжёлые испытания. В целом одинокая, неудавшаяся, разбитая жизнь. Он что-то может прятать постыдное, то есть что-то где-то есть, за что ему стыдно. В жизни присутствует какая-то дурная тайна, может быть, неприглядная, тяжёлые внутренние проблемы. Он может попадать в нелепые ситуации, в частности, ситуация с выездом за пределы России, потом попытка вернуться, афёры какие-то. Может предать партнёр по браку, могут ненавидеть дети. По судьбе его постоянно выставлять будут дураком. Одно дело, что это профессиональный какой-то имидж, то есть человек лёгкий, который шутит, который умеет мягко, скажем, унизить кого-то другого. Таким образом к нему и будут относиться. Есть указания на увечья и тюрьму. Что касается увечий, то я вижу, что это, скорее всего, пластические операции. Что касается тюрьмы, давайте не будем уж так буквально это всё принимать. Скорее всего, что это может быть какая-то изоляция от того же социума. Вынужденная изоляция от зрителей, от нас с вами. Обращаю ваше внимание, что вы можете у меня заказать свой собственный личный анализ личности. Можно заказать анализ своего ребёнка, своего близкого человека, с которым вы живёте, который вам интересен, за которого вы переживаете. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Эти строчки принадлежат основателю английской ветви банковской династии Ротшильдов. Натану Ротшильду. Дорогие друзья, на этом всё. Пишите ваши отзывы, пишите ваше мнение. Внимательно прослушайте, и вы поймёте, почему у Ивана Урганта жизнь складывается или же сложилась именно так. У меня всё. С вами была я, Зоя Клемёк. Будьте критиками этого материала, но критиками по существу. Используйте, пожалуйста, тёплый, дружелюбный тон, и всё у нас с вами сложится. Удачи!